Теперь давайте мы с вами порассуждаем, что будет происходить в случае, если режим в Республике Беларусь будет признан террористическим. Будет происходить примерно следующее. Итак, все счета людей, которые будут однозначно ассоциированы с этим режимом, их имена уже известны, их имена названы, этот список постоянно растет и пополняются, будут признаны террористами. Любое сотрудничество, любая встреча с этими людьми на любом уровне, это будет с точки зрения международного права рассматриваться как поддержка терроризму. Любое финансирование этих людей, как внутри страны, так и за рубежом, будет рассматриваться как финансирование терроризма со всеми вытекающими отсюда последствиями. Режим падет очень-очень быстро. Я в этом абсолютно не сомневаюсь, потому что не нужно это никому. Это не нужно ни белорусскому народу, это не нужно ни силовым структурам, и это не нужно государственному аппарату. Зачем? Ради чего, собственно говоря, они напрягаются? Если бы после этого была дана какая-то программа, если бы они знали, что после этого будет лучше, люди могут находиться в напряжении достаточно долго, но они должны понимать, что будет в результате этого. Четыре года началась и закончилась Великая война. Люди были под стрессом, люди были под огромным-огромным напряжением, но они знали, ради чего они все это делают, ради чего они рискуют жизнями, ради чего они рискуют здоровьями. Они понимали, что надо было раздавить фашистскую гадину, тогда они снова получат возможность мирной жизни, развитию и другим вещам, которые на самом деле нужны людям. Никому не надо. Ни белорусам не нужно вот это вот напряжение, ни белорусам не нужны эти санкции, ни окружению не нужны эти санкции. Это вопрос, это история одного человека. Я уже говорил, что на самом деле режим, который установился в Беларуси, это режим чисто авторитарный. Авторитарный это значит один автор его, один автор. Это даже не тоталитарный режим. Почему? Потому что, смотрите, нету политической партии. Нету. За 27 лет человек не смог создать политическую партию, а он и не собирался ее создавать, потому что политическая партия – это коллективное принятие решений. Политическая партия – это когда люди вовлечены в процесс и не чувствуют своей отчужденности от власти, отчужденности, самое главное, от процесса принятия решений. Политическая партия – это идеология, а здесь за 27 лет никакой идеологии не смог этот упырь создать. Ничего, кроме того, чтобы подгребать, подгребать себе и делать различные схемы. То есть, собственно говоря, весь режим – это схематоз. Это контрабанда и основные деньги получения на контрабанду. Контрабанда европейскими товарами в Россию, санкционку под видом белорусских. Белорусские авокадо, белорусские осьминоги, белорусские креветки, много чего там еще белорусского. И одновременно это контрабанда в страны Европейского Союза, тех же сигарет, тех же растворителей, так называемых. Когда берет у России за одну цену и потом загоняет на Запад совершенно другую. То есть, вся система – это чистый схематоз. Ничего больше нет, идеологии нет. Нету идеологии, как в Южной, извините, как в Северной Корее Чучхе. Нету, как на Кубе. Нету даже, как в Венесуэле. Попытка построить разновидность латиноамериканского социализма. Не опирается ни на что этот режим. Он не напирается и на религию, так как это, допустим, имеет место в Иране. Ничего за этим не стоит. Есть один человек, который мешает жить всем. Он мешает жить и белорусскому народу. Он мешает жить и силовым структурам, которые совсем не радуются от того, что они делают. Я еще раз подчеркиваю, не все хотят быть вот такими вот, значит, палачами. Ходить с пистолетами и пытаться захватывать мирных граждан, стреляя в них. И бюрократический аппарат тоже его, я абсолютно убежден, не переносит на дух. Поэтому признание режима Лукашенко террористическим будет означать, что не только террористами окажутся те, кто попадет в эти списки. А это потом очень-очень трудно будет из этого списка выпасть. Потому что раз, один раз решение принято, это может быть, особенно если речь идет о терроризме, это может, не может. Это навсегда. Это на всю оставшуюся жизнь. Вы подумайте, вы силовики, подумайте, чиновники, надо ли вам клеймо террориста, которое будет существовать на вас всю оставшуюся жизнь. Клеймо террориста не сменяется, не снимается. Оно существует до конца ваших дней. Да, и потом, кстати. Ведь есть одна вещь такая, очень неприятная. Здесь мы говорим там про путь в Гагу, каким образом будет суд над Лукашенко. Будет ли он доставлен насильственно в Гагу. Может, он добровольно туда поедет, как президент Судана. Потому что вряд ли испытывает, он испытывал большое желание сидеть в суданской тюрьме. Я имею в виду бывший президент Судана. Вряд ли Лукашенко испытывает большое желание пройти через те тюрьмы и через те испытания, через которые он проводит белорусский народ. Белорусских политических заключенных. Поэтому тот решил взять и поехать добровольно в Гагу. Но я еще раз обращаюсь к белорусским чиновникам. Я еще раз обращаюсь к белорусским силовикам. Не надо вам быть в этих списках. Ничего хорошего ни вам, ни вашей семье в будущем это не принесет. Поэтому ищите возможности, как можно просто вот эту вот занозу вытащить из тела, в которое она впилась. Продолжение следует... Продолжение следует...